Лепшие у медиа просторы. Сегодня в Громадско-культурном центре узнагородили переможцев областного споборництва сирот журналистов по выниках 2018 года. Дипломы отримали редакции газет, организации телебачения и радио, персональные журналисты. Об лучших представлениях СМИ Гомельщины сюжет наших корреспондентов. Все лето лепших вызначали у пяти номинациях. Лепшей организацией телебачения и радио стала Гомельская городская радио 107.4 FM. Далее ведучая гучили переможцев у номинации «Лепший журналист» организации телебачения и радио. Третье место – уголовного режиссера Гомельского городского радио Паула Шукевича. Другой отправляется у гэтую ж организацию, ягу отримливая Алена Лагунова, начальника отдела радио «Вещанне». И на реште переможная первая у нашей коллеги, ауторой ведучей у сім знаемых программ «Размавляем по беларуску» справы семейные Алены Троценко. Переможная место журналистка отримала у тем лику за цикл программ «Добрый вечер Гомель», присвеченных малой родиме. Тема «Малая родима» и она текавая за усёды. И была текавая, и будет, и есть текавая. И, поверьте, шмат людей, які есть что сказать и про справы, які робят яны деля малой родимы, и про те творы, які присвершаются малой родиме. И шмат людей, які хотели бы выказаться, просто выказаться про свою малую родиму, про своих, скажем так, проткау. У номинации «Лепший фото-корреспондент» дипломом третьей ступени узнагородзели журналиста Будакашалёвской газеты «Авангард» Ирину Палубец. На другой приступце загадчика дела фото-иллюстрации газеты «Гомельская правда» Олег Беловусов. Абсолютная перемога досталась Сергею Холодзилину. Уласному корреспонденту беларуского телеграфного агентства по Гомельской области. Сделал выставку персональную о сохранении беларуского нематериального наследия. Эта выставка экспонировалась в Беларуси в Гомеле, а потом в Италии. И вот там она произвела очень большой фурор, которого я, честно, не ожидал. Народу интересно наше народное творчество, наше мастерство, наш фольклор, наши танцы. И выставка мил большой успех. Это было очень яркое событие в моей жизни. Лепшими друкованными выданнями стали редакции газет «Чачерский вестник», «Гомельские ведомости» и уладальник первого месяца «Рыдшицкая газета Дня Провец». Когда меня спрашивают, что надо делать, я все так говорю, читайте Пушкина. Он замечательно сказал. И долго буду тем, любезенному народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Вот если будут добрые чувства, что в газете, что в телевидении, что в интернете, что в радио, у нас обязательно будет свой читатель выскательный и благодарный. Это не все номинации и переможцы. С каждым годом медиа простора региона расте и удоскональвается. Друкованные СМИ больше активно выходят в интернет. Расте количество особенных информационных интернет-ресурсов. У каждого представника масс-медиа свои меты и своя аудитория. Приятно отметить, что хоть наш конкурс для многих стал уже традиционным ежегодным, но каждый год прибавляются новые участники. Если раньше у нас традиционно очень хорошо участвовали наши основные государственные редакции, то сейчас уже у нас подключились и ведомственные. Присылаются работы, которые почти что находятся на хорошем конкурентном уровне с нашими районными редакциями. Поэтому было на что смотреть, было из чего выбирать. Как прогучала подчас церемонию ознагародживания, для журналистов соправдное выпробование на профессионализм, адлюстрование самых значных политических и культурных подзей. Кали компетентность, худкость, умение делать правильные акценты, выращают тое, как эту информацию воспринимут и оценят люди. Слухачи, читачи, глядачи. И важно, как бы у медиа простору приходили працовать только ты, кто без этой справы не уявляет своего життя. Марина Джалая, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, Телера, Деокампанія Гомель.